Виталий, приветствую тебя! Торговая сессия среды и, соответственно, снова мы обсуждаем рыночные возможности, технику фундамента, новости, тренды. Сегодня встреча как раз приурочена к очень важному фундаментальному событию. Второй день заседания ФРС, соответственно, решение поставки и, может быть, и не только поставки. Потенциально ФРС сегодня может анонсировать и запуск программы количественного ужесточения, то есть сокращения баланса. Можно предположить, конечно же, что такого рода фундамент, как ужесточение монетарной политики посредством разных действий и шагов, уже все тысячу раз заложено в индексе американской валюты, потому что о повышении ставки на 50 байсных пунктов говорили еще два месяца назад, а сегодня, если мы откроем фьючерсы на процентную ставку фейдботча от SME, там вероятность того, что ее поднимут, составляет 99,9 процента. Конечно же, все заложено. Вот сам факт повышения ставки сегодня заложен в котировке. Но могут быть сюрпризы. Например, если американский регулятор выпинет, не знаю, что-то невероятное, я бы не назвал это ход конем, это что-то было бы, возможно, даже странным, если он повысит процентную ставку на 75 байсных пунктов. Хотя мне кажется, это даже глупо, потому что слишком агрессивный шаг. Лучше делать это поэтапно, постепенно. Кто знает, как экономика вообще будет адаптироваться к росту стоимости заимствований в текущих условиях, которые есть на финансовых рынках. Ну и плюс ко всему, сам регулятор много раз нам говорил, что меньше всего, что ему нужно на данном этапе, это спровоцировать какую-то избыточную волатильность на финансовых рынках и обвалить американскую фонду. А обвал американского фондового рынка может быть, если ФРС чуть-чуть переграется формулировками и напугает рынок настолько, что все поверят в какой-то сверхагрессивный темп наращивания процентных ставок. Давайте к индексу доллара. Можно сказать, что это по-прежнему максимумы, которые мы видели на пике индекса доллара во время начала пандемии ковида. Но многие сейчас уже считают, что уместно говорить, что индекс доллара котируется на более чем 20-летних максимумах, если сравнивать с периодом 2000-х годов. Потому что уровни плюс-минус такие же, в районе 104 пунктов около того. Как я уже отметил, сегодняшнее заседание американского регулятора, безусловно, станет причиной повышенной волатильности. Я думаю, что возможная реакция доллара будет не такой уж прям чрезмерной, потому что, как я прокомментировал, вряд ли будут какие-то сюрпризы, какие-то неожиданности. И просто мы услышим то, к чему готовились ранее. Но все-таки я не отказываюсь от траектории дальнейшего роста доллара, если смотреть индекс американской валюты. Прямо на, скажем так, средне-долгосрочную перспективу. Потому что сегодня американский регулятор повысит ставку. Сегодня американский регулятор прольет свет на планы по тому, как будет сокращаться баланс регулятора, накопленный за время пандемии до 9 триллионов долларов. И сегодня вот лично мне было бы очень интересно услышать мнение регулятора по тому, на каком уровне он видит ставку, уровень, который должен соответствовать нейтральному значению по мнению представителей американского регулятора. Потому что, по-моему, мы тоже уже касались с тобой этой темы. Если обратиться к экономической теории, нейтральная процентная ставка – это ставка, которая на 1% превышает уровень инфляции. Конечно же, мы сейчас не можем сказать, что нейтральная процентная ставка для ФРС в районе 9,5%, чтобы она на 1% превышала текущий уровень инфляции 8,5%. Поэтому нужно смотреть на все-таки средний долгосрок и там примерно прикидывать, где может быть инфляция. Так вот, много представителей американского регулятора, много банков, за которыми я слежу, обозначают такую медиану, что нейтральная процентная ставка находится в диапазоне от 3,75% до 4,75%. И даже простое представление, что если эти планы будут притворяться в жизни и реализуются в конечном счете через решение ФРС разогнать ставку до указанных значений, то, соответственно, нас ожидает много повышения ставки и, возможно, даже агрессивных, что приведет индекс доллара к новым многолетним максимумам. Но сегодня, опять же, я считаю, что первая реакция индекса американской валюты может все-таки предполагать даже коррекцию. То есть, несмотря на то, что все ожидают, что индекс доллара обновит этот многолетний максимум, закрепится выше 104 пунктов, я бы все-таки сегодня предположил, что прежде чем индекс доллара снова начнет претендовать на движение к таким высоким значениям, мы увидим сначала коррекцию чуть ли не до 103 пунктов. И вот где-то там, возможно, можно будет снова поискать уровни для входа повторного уже в расчете на движение выше. Но это уже разговоры, я думаю, следующего эфира нашего с тобой, когда мы в понедельник подведем итоги уже заседания американского регулятора. Поэтому сегодня для тех, кто не торговал индексом доллара ранее, не покупал его, когда он был по более низким ценовым значениям, и тем, кто хочет рискнуть, несмотря на мощность вот этого фундаментального события, я бы все-таки попробовал дать вам рекомендацию, друзья, зашортить целями где-то в районе 103 пунктов, вот с текущих прям значений. Так, что касается европейской валюты. 1.05.21. На Bloomberg формулировка понравилась сегодня, даже на брифинге тоже касался, что пара евро-доллар лиртует на отметке 1.05, потому что нужен какой-то фундаментальный триггер, и он точно сегодня будет для того, чтобы что-то произошло с этой валютной парой, либо инициатива перешла к покупателям, либо все-таки инициатива осталась за продавцами. Я все-таки смотрю среднесрочно на то, что европейская валюта может обновить уже 7-летний минимум на отметке 1.03.50, 1.03.20, поэтому для тех, кто прислушался к моим рекомендациям ранее, мы уже в профите, но я бы все-таки думал в пользу того, чтобы держать евро с целями 1.03, и, возможно, эти значения будут протестированы уже в перспективе ближайших двух недель. Все будет зависеть от того, как быстро участники рынка сфокусируются на теме рецессии экономики валютного блока. Из-за потенциального роста инфляции еще большего, по прогнозам, инфляция в еврозоне может достичь 8.5-9.5%. И учитывая, что в момент нашего с тобой начала эфира я увидел новость от Wall Street Journal, что согласовали с эмбарго на поставку энергоносителей. Правда, это решение не одномоментное. Понадобится определенное время, чтобы хотя бы частично заместить за счет альтернативных поставщиков. Но вот по датам в течение шести месяцев, опять же, эта эмбарго будет введена окончательно всеми странами, и по прогнозу отказ от российских нефтепродуктов ожидается до конца этого года. Кстати говоря, рынок нефти уже отреагировал на этот новостной фон. По 7.52 мы видим в моменте. Ранее касался темы того, что если будет решение об эмбарго, то придется сразу заговорить о том, сколько мировой рынок, мировая экономика потеряет поставок российской нефти. Если мнение изменяет память, можно сказать, что общие совокупные поставки, экспортные поставки России, нефтепродуктов в районе 4,8-5 миллионов баррелей в сутки. Примерно 60% этого объема идет в страны ЕС, поэтому, друзья, легко посчитать, сколько может потенциальная выпасть нефти из глобальных поставок. Нейтрализующий сейчас факт – это ситуация с COVID-19 в Китае, потому что последний отчет по промышленному производству показал, что спад в Китае был зафиксирован именно промсектором. Второй месяц подряд – это практические рецессии, еще один месяц, и да, можно будет говорить о том, что впоследствии спрос на нефть просядет еще сильнее. Но мне кажется, что тема с эмбарго настолько значима сейчас для глобальной экономики, что можно, наверное, поступить с влиянием Китая, который уже повлиял раньше на цену на нефть, потому что котировки неоднократно тестировали за последние полтора месяца 100 долларов за баррель. И сейчас можно сфокусироваться только лишь на том, на подсчетах, какой будет перекос между спросом и предложением. И я считаю, что это как раз возможность, чтобы активно поспекулировать через длинные позиции и поставить на рост бренда до 115-120 долларов за баррель. Поэтому я рекомендую по бренду брать с текущих значений стоп-лосс на отметке 103 доллара за баррель, а тейк-профит в районе 115. Так, и что касается золота, которое сейчас 1868 долларов за тройскую функцию, здесь понятно, что все мы прекрасно видели этот мощнейший обвал по золоту, который пришелся на первую торговую тесь этой недели, там нет, минус полтора процента сразу. И золото сейчас снижается на фоне роста доходности американских облигаций, максимум с 2018 года, то есть в районе 3% десятилетки торгуются. Золото снижается на фоне укрепления доллара, потому что и укрепление доллара, и рост доходности трежерис, и перспектива повышения ставки – это то, что увеличивает альтернативные издержки владения золотом. Это, блин, прописная, истинно это так, действительно. Но, на мой взгляд, сейчас главнее все-таки смотреть на то, что делают трейдеры, это моя любимая отсылка на индекс сниженных настроений, и он сейчас, этот индикатор, указывает на то, что есть вероятность того, что по итогам сегодняшней торговой сессии золото может даже протестировать 1850-1840 долларов за тройскую унцию. Поэтому, если мы говорим уж сегодня о риске по факту такого значимого фундаментального события, то я бы рекомендовал шортить прямо с текущих значений. Стоплост на отметке 1880, тейк-профит на отметке 1840. Потом уже поищем точку входа на покупки, но если будут какие-то указатели и обновленные данные от индекс сниженных настроений кайма. Ну, в понедельник, собственно, обсудим. Короче, ждем сегодня ФРС 21.00 по московскому времени, в 21.30 пресс-конференция. На рынках будет жарко, нужно контролировать риски. Самый, наверное, консервативный сценарий по факту таких событий – это быть в стороне вообще, чтобы не попасть в просаг и не стать жертвой вот этой волатильности, когда активы вверх и вниз ходят. Но для тем, кто хочет рискнуть, я, в принципе, свои ожидания обозначил. Друзья, всем удачи. Виталий, слово тебе. Так, всех приветствую. Давайте пройдемся по рынку. Ну, по золоту. Что могу сказать по золоту? В принципе, да, возможно, продолжение потения. Напомню, я активно весь апрель шортил золото. В принципе, неплохо себя отработало. Причиной хорошей отработки и снижения по золоту – это наличие торгового паттерна. Да, видно было, что, скорее всего, как я уже ранее говорил, вот это как импульс, коррекция и, скорее, продолжение в сторону вот этого основного импульса. В принципе, пропорцию мы вот эту отработали. Вот это снижение, на сколько здесь? Примерно 170 долларов, да, и вот здесь. Ну, есть еще куда падать. Скажем, там 150, возможно, еще 20 долларов сделать. Ну, это плюс-микус. Возможно, покороче волна вот этого снижения. Если так глобально рассматривать золото, то, скажем, здесь его нужно… Ну, это касается там инвестирования. Здесь только покупки. Это имеется в виду, если инвестировать в физическое золото, потому что то, что произойдет в ближайшие несколько лет, вот это поднятие ставок, то есть рынок загонит такую депрессию, рецессию, скажем, все будет подряд. Поэтому это единственный актив будет, который будет очень сильно расти. И, ну, самое главное, это, понятно, иметь металл. И главное, чтобы он не был в банке, скажем, потому что его могут отобрать и так далее. Ну, и главное, не купить какой-то там на половину золота, на половину какой-то другой. Что касается именно спекулятивных моментов, ну, в принципе, я с тобой согласен за снижение, но я бы уже здесь такое небольшое накопление. Кто ранее шортил, я говорил, что часть обязательно закрывать, часть по безубыткам. Ну, в принципе, неплохо. Кто шортил на уровне 1965, там, где положено шортить, было, мы неплохо прокатились. На текущий момент, в принципе, можно шортить, откуда ты сказал, со стопотом где-то, получается, понедельный максимум. Ну, волатильность сильная, могут еще чуть задернуть наверх, но видно, что пока никаких здесь покупок не проявляется по данному инструменту. Дальше, что касается других инструментов, S&P 500. Протестировали мы, вот я ранее говорил, что цели по S&P 500 в районе там 41.00, мы его протестировали, сделали ложный пробой позавчера, но как-то слабенько мы именно вчера отскочили, сигнализирует о том, что вот этот ложный пробой, который был, он и этот отскок, который произошел, что здесь маловероятно, что мы дальше будем идти наверх. Но шансы-таки есть, если там что-то до конца непонятно, потому что не все возможно спрогнозировать правильно, поэтому возможно спекулятивно работать на покупку по S&P 500. Ну, с текущих, возможно, чуть пониже, конечно. У меня вчера ребятам писал, мы где-то торговали в районе 41.50. Купить с текущих стоп-лосс за минимум, который был, это 40.50. Возможно, как ты уже правильно отметил, если все ожидают поднятия ставки и если не будет никаких сюрпризов, я не думаю, что ставку на 0.55 поднимут, просто будут какие-то заявления. Я думаю, что они будут какие-то консервативные, но будут говорить о том, что поднимут там будущем и так далее, будем смотреть. Но как-то вот так. Поэтому покупка S&P 500, но через хедж, возможно, нахеджироваться, я тоже обсуждал с учениками, это шорт DAX. Возможно, как с текущих пробовать чертить, это у нас 14.00 условно. Так добираться в шорт дополнительно на уровне 14.170 с общим стоп-лоссом в районе 14.350 на этом уровне. Возможно, этот ложный пробой будет не такой большой, если он будет. И цели нападения это, первая цель, это 13.600 и, возможно, ниже. Скажем, такое за хеджируем, потому что здесь есть явные признаки того, что, возможно, будем падать по ударному инструменту. Дальше. По биткоину. По биткоину. Пытается он пробить достаточно сильный уровень поддержки 37.700. Вчера пробовал протестировать. Есть был небольшой ложный пробой. Сегодня отскакиваем. Здесь аналогично как S&P 500. Возможно, будет отскок, но я бы здесь выставил лимитку на пробой вниз. То есть, это получается где-то на уровне 37.450. Где-то вот так. 37.450 со стоп-лоссом. Ну, конечно, здесь какая волатильность. Где-то 37.650, 38. 38.500 где-то, да, тысячу долларов, чтобы там не было каких-то шпилек. Возможно, после вот этого накопления, если мы пройдем уровень поддержки 37.700, то мы провалимся пониже. Если вот так смотреть на вот эту всю конструкцию глобальную, возможно, мы будем падать и обновлять вот такие январские минимумы в районе 33.000. Это что касается биткоина. Дальше. Ну, по индексу доллара, по евро-доллару я, в принципе, с тобой согласен. Возможен какой-то отскок, работать в контртренд. Есть. Есть такой вариант, но я бы здесь сделал по-другому. Работал лимитом на пробой уровня вот этого, который у нас 14.90, то есть выставил селл-стоп на уровне 14.80, 1.04.80, с стоп-лосом 50 пунктов. И если мы с вот этого накопления будем проваливаться вниз, то, возможно, уйдем туда к тем целям, которые ты говоришь, там 1.03. Это неделька-две, возможно. Спекулятивно тоже возможен вариант. Ну, очень короткий стоп. Это получается у нас текущая 1.05.10, со стоп-лосом 1.04.85. То есть если мы удержим и с текущих будем, так как рынок заложен, и, возможно, будет контр-движение, то есть стоп-лос на 30 пунктов, возможно, будет какая-то коррекция. Хотя мало верится, но возможно. Такое у меня понимание. Ну и по нефти. Глобально, кстати, я впервые купил нефть на прошлой неделе, вот как раз, когда мы с тобой общались, да, я говорил за шорт, но видел, что здесь ситуация чуть-чуть меняется. Мы с ребятами, я сам покупал нефть, взял немножко, там около 250 пунктов, но соотношение там было не сильно хорошее, потому что их стоп-лос был большой. На текущий момент нужно смотреть, как он, какая реакция у нас будет на уровень в районе 110, но я пока думаю, что здесь идет борьба за этот уровень, и мы дальше продолжим движение вниз, поэтому шорт-текущий это 107.50, со стоп-лосом 110.50. Цели 97-98, возможно, ниже. Дальше будем смотреть. Ну, не исключаю еще один задерг в районе 115, куда ты видишь профиль. Ну, как-то вот так. Пока у меня все. Такой рынок сложный, я бы не сказал, что супер-пупер, поэтому у меня такой, скажем, размазанный прогноз. Не всегда рынок бывает хороший, чтобы сказать какое-то четкое понимание, должно быть на рынке непонятно. Конечно, согласен, тем более тогда, когда прям в любой момент все карты могут спутнуть вот эта реакция на важные события. Ну, даже, скажем, вот фундаментальный, вот эта новость, которая выйдет, она, скажем, она всегда, ну, скажем, не всегда, в некоторых случаях она заложена. И график это показывает. Иногда график не все показывает, поэтому такое мнение у меня может быть, что, ну, возможно, там слабенький объем, агрессивные покупки, консервативные покупки. Нет четкости, потому что на рынке, вот если взять, условно, 200 торговых дней в году, да, чуть больше получается, то не каждый день можно взять, открыть график и сказать, что рынок пойдет сюда. Где-то процентов 5-10 возможно с этого всего что-то сказать хорошее. Потому что каждый день, допустим, как у тебя, почему вот я считаю, что у тебя достаточно сложный, скажем, вид деятельности, ежедневная аналитика. Это достаточно сложный момент, когда каждый день пытаешься что-то спарализировать. Иногда бывает, когда прет очень хорошо, а бывает, когда ты взорвался с рынком, то, ну, допустим, лезешь против него, там, он тебя будет. Это самое главное, что не нужно делать. Когда нету никаких сигналов, вот ты начинаешь, ну, я хочу так, тогда вот рынок тогда, у меня по золоту хорошо отработался прогноз, а по евро, когда ничего не было прогноза, но я хотел, чтобы он был. И он тебя начинает бить, 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 бить. Ну, как говорил Баффет, что иногда самая лучшая тактика – это вообще ничего не делать. Да, да, да. Поэтому я же говорю, что если взять целый глуп, то хороших сделок может быть 5-10% со всего торгового времени. А все остальное, то есть, нужно быть, потому что есть 2-3 позиции, то есть, short, long и вне рынка. А вне рынка – это процентов 80. Виталий, спасибо тебе большое за твои рекомендации, за мнение. Ждем заседания ФРС, ждем реакции рынка, волатильных движений по всем финансовым активам. С Виталием уже в понедельник тогда при встрече обсудим итоги. Вам, друзья, остается только пожелать хорошего закрытия и сегодняшней торговой сессии, и, разумеется, всей недели. Виталий, и тебе тоже. Хорошего прибыльного трейда по тем активам, которые ты анонсировал. Ну, и в целом, чтобы рынок был исключительно соответствующим рекомендациям. Поэтому спасибо тебе еще раз. Хорошего закрытия недели тоже и хороших выходных. До понедельника. Пока.